Коля 30 человек. Процессовники не только китайской, а и белорусской, российской пиротехничных фирм монтируют установки для фейерверку. Уже давно никто не бегая за палками, смеются пиротехники. Усё подключается у один и ланцух, и одной комбинацией кнопок на пульте подшинается видовище. Фейерверк разделён на четыре части. Первая часть посвящена празднованию Могилёва, вторая часть Белоруссии как нации, третья часть Китаю как нации, и четвёртая часть – это содружество двух государств. Сами вытворцы фейерверку говорят, что это пиротехничное шоу, бо зал будут синхронизоваться с музыкой. При ритмичной и динамичной мелодии фейерверк будет небы танцевать. Этот подарунок китайцы рыхтовали специально для Могилёва, каля двух месяцев тестировали выробы. «Каждую ночь дизайнеры и пиротехники тестировали и достигали того изделия, того качества, высоты, цвет, угол наклона, например, в одиночных выстрелах, тот, который им нужен. Соответственно, это была долгая, кропотливая работа». Самая пиротехничная провинция Китая – Хунан. Миновит Атуль и приехал фейерверк, каля 80% пиротехники у света народилась оттрана. «Вы знаете, это уникальное первомузыкальное шоу. Я даже со своим небольшим опытом, но он всё-таки есть. Могу сказать, что будет очень круто, и я такого в жизни пока ещё не видел». Звертаем вашу увагу, что для беспеки выставить посты от шапления. Будет перекрытый мост, имя Яшино-Празднепр, парк аттракционов и территория Каля-Палаца в области. Уважливо ставьте себя до своей беспеки и беспеки инших. Павел Савицкий, Катерина Градницкая, Виталья Алексеенко. Новин Региона. 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 Новин Рег